выполняя любую технику мы должны иметь вилку что будет если вдруг техника не пошла немножко шагну назад почему частенько не работает хибом в реальной схватке мы его хороним как технику это ладно это просто drill из белых поясов потому что после того как хибом не удастся нам нечего делать мы обратно возвращаемся назад и ищем другую технику и вот мы такие в лоб фигачим хибом не пошел там не пошел бум и вернулся окей опять хибом не пошел я вернулся идя на какую-то технику мы должны предполагать что у нас есть план b если эта техника не пошла и вот частая ситуация когда соперник я его пытаюсь идти на хибом он меня там обнимает и прижимает к поводу как-то выглядит то есть я пошел на хибом он такой обнял меня да и к полу прижим нет без руки это обычно делать да то есть вот здесь пиво все закончился мой хибом что я делаю один из моих любимых принципов не тратить время на сопротивление использовать силу соперника против него самого айкидо раздел партер что я делаю я пошел на него он меня обнял кладет на землю я делаю отскакивание назад использую его движение пока его руки очень сильно заняты тем что он меня обнимает моя ножка подтягивается ко мне я оказываюсь сверху то есть full speed я пошел в него мы не соглашаемся с тем что он сейчас прижмет к земле и все сейчас вижу в глазах такое но это очень тайминговая херня часто белый поясок пояса говорят но есть еще один нюанс в джиу-джитсу нет техник которые работают вне тайминга и вне привязки к партнеру мы с ним постоянно движемся и техник сработает только тогда когда она своевременно применима применимо в определенный тайминг то есть своевременность мы должны понимать что делает партнер куда я полечу и как на это отреагировать если мы отрабатываем технику на тренировке на просто сидячем манекене и потом думаем что она у нас заработает схватки вдруг неожиданным волшебным образом то вряд ли нам нужно после того как мы подрели любую технику абсолютно подумать как и в какой момент и применять в поединке итак волшебное говно я пошел на хип-бам меня прижали я видите сам чуть-чуть тазом отпрыгиваю назад он мне и так валит он мне помогает видите куда сразу моя нога приземлилась я увеличил расстояние между его тазом и моим я толкаю его ножку и аккуратненько переворачиваюсь лёша сколько баллов 2 вот поэтому ты 6 лет синий пояс алексей я пошел до пуп отпрыгнул убрал его ногу вторая рука видите она уже под ним он не может поставить здесь опору даже сон начнет вытаскивать оттуда какая разница уже поздно ну а дальше по тогда давайте пробуем по парам раз два тема намного шире много разных переходов из так называемого движения хип-бам на всевозможные болевые всякие крутяшки всякие трюки на другие версии свипов я думаю что если вы поковыряетесь дома вот с этой видео версии можете придумать и кучу своих интересных комбинаций подрильте это на белых поясах начинайте пробовать схватки думайте о том что мы ищем самый простой и может быть примитивный способ пути к победе тогда путь будет короче победа будет гораздо ближе